Заседание законодательного собрания началось на два часа позже обычного. Юрий Берг пришел к депутатам сразу после ежегодного отчета. Полностью повторять подготовленную речь губернатор не стал. Тем не менее, коротко на собрании еще раз прозвучала информация об успехах в разных сферах. А позиция же не поддержала правительство проблем в регионе достаточно. Например, это отток населения, снижение доходов, высокая закредитованность, проблемы с экологией, рост цен на бензин. В итоге члены трех партий – ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия – проголосовали против принятия отчета губернатора. Единороссы же молчать не стали. Александр Трубников, руководитель фракции «Единая Россия», на критику ответил цитатой грузинского классика. «Каждый мнит себя стратегом. Тем более со стороны. Действительно, как-то у нас смешалось в кучу. Кони, люди, залпы тысячи орудий. Чего греха таить-то? Работать было тяжело. Санкции не мы придумали, но на них никто не ссылается. Вас можно было бы понять, уважаемые коллеги, если бы сейчас губернатор стоял и рассказывал. Вот, у нас санкции, нас обуяли, нам гири на ноги повесили, и мы тут ничего сделать не могли. И отсюда все посыпалось. Так нет же, не так. Ведь работаем». Юрий Берг не стал спорить с оппозицией, но коротко ответил недовольным. «Очень жаль, что я не могу. Воспитание не позволяет. Ответить некоторым товарищам на многие вопросы на простом русском языке. Объяснить, где, что, как и почему происходит. Я пять лет работал заместителем главы Орска. Пять лет главой города Орска. Восемь лет губернатором. Восемнадцать лет слежу за работой законодательного собрания. Наличие значка и депутатского мандата – это еще не все». Оппозиция не поддержала и финансовые отчеты, и законопроекты. Однако министр финансов Татьяна Машкова доводы депутатов противников назвала безграмотными. «Давайте проведем день тотальной финансовой грамотности законодательному собранию. Потому что то, что сегодня я слышу, противоречит вообще всем канонам не то что грамотности, даже безграмотности. Это просто что-то немыслимое, что я сегодня слышу в этом зале. Еще такого выпиющего, безграмотного подхода к оценке исполнения бюджета, как к квалификационных действий, я никогда не слышала». Возражение оппозиции не повлияло на мнение большинства, и в итоге все отчеты и поправки к бюджету все же были приняты.